Спор вокруг главного входа в старое здание 63-й школы ходит давно, а точнее насчет его переноса. Многих местных жителей не устраивает плотный трафик возле их домов. Люди утверждают, родители учеников постоянно занимают парковочные места и создают транспортный коллапс. Жители ближайших домов не могут выехать на работу и в течение дня тоже проехать здесь невозможно, потому что проезд, поворот очень узкий. Утром в 8 часов и пересменку усугубляется тем, что подъезжают родители, привозят своих детей, плюс автобусы. Сегодня в этой школе временно обучаются ученики с ограниченными возможностями из 60-й. И для высадки и посадки родителям требуется больше времени. Местные жители предлагали перенести вход в другое место. По их мнению, это было бы лучше для всех. Выгода в того входа, который мы предлагаем, мы сразу его предложили, в том, что ребятишки не будут мешаться здесь при проезде, а будут спокойно по пешеходному переходу проходить на территории школы уже там. Родители, зная, что там вход в школу, не будут здесь толпиться, а будут парковаться там. Однако в том месте, где люди предлагали сделать калитку и вход, появилась новая детская площадка. В дирекции школы знают о проблеме и предлагали решить вопрос, увеличив уже существующую парковку путем переноса металлических гаражей. Ну, я говорю, что вот эта калитка существовала уже давно, где-то уже, наверное, 7-8, и не возникало вопросов. Возникает только в последний момент, когда возник вопрос о ликвидации металлических гаражей. Даже многие родители обращаются к нам с просьбой организовать нормальное, просторное место для организации подвоза учащихся больших автобусов, специализированных для детей с ограниченной возможностью. Однако такое решение, по всей видимости, местных жителей не устраивает. Хотя это, возможно, могло бы и решить вопрос. Они, видимо, хотят все равно здесь делать парковку. Мы, в принципе, гаражи-то уберем. Проблема-то не решится. Убрать гаражи, да ладно. Если это действительно было бы разумно, мы бы давно это сделали. Но они вот упираются, что убирайте гаражи. Они две проблемы лепят в одну. Помогли расставить все точки на «и» в этой ситуации, кто прав и виноват, в администрации Октябрьского района. Там сообщили, что о затрудненном проезде знают и уже рассматривали возможность обустроить территорию. На планируемой под устройство остановочно-разворотной площадки незаконно располагались более 20 металлических гаражей. Администрации района были проведены мероприятия по выявлению собственников данных гаражей с целью освобождения муниципальной земли. Большинство собственников добровольно перенесли свои металлические гаражи. Но осталось три несанкционированных, собственники которых обратились в суд. Во время проведения судебных тяжб демонтаж данных гаражей не представляется возможным. Приступить к планированию территории смогут только после поступления судебного решения, добавили в администрации. Так что жителям придется потерпеть. Базар и Ушеев, Бату Гармын, Новости дня.